Здравствуйте уважаемые друзья! Сегодня мы будем пересаживать ельконику, которую мы купили в январе и сейчас будем рассаживать. Вот эти четыре елочки брали в девятнадцатом году, это было старый Новый год, я также дорастил их на подоконнике и высадил в это же время год назад вот сюда четыре штучки, да они переболели, они в прошлом году сильно болели, я думал если честно им будет травмироваться они будут, а так я смотрю в этом году они пошли, пошли довольно пышно, очень красивая елка, сейчас она окрепнет осенью будет пересаживаться в притяненные места и я думаю все будет хорошо, для того чтобы рассадить естественно сначала топим, вот она вышла сама видите, получается что там почти нету воды и влажности ну вообще я постоянно топил ее в воде, особенно последнее время, вот так раз в неделю это однозначно надо топить и опрыскивать, вот здесь вот выкопаем ямку большую, земля простая с песком, ничего не добавляем, ну здесь теневик такой пассивная, как можно сказать поэтому выкопаем, замочили мы ее вытаскиваем, смотрим корневую, ну видно да что она уже прям корни у нее очень хорошие за это время, это можно сказать лишнее все, вот ее даже вот горшочек маленький видите, в каком она была и сколько корней всего живых было в ней, то что она нарастила за полгода то есть берем садим ее, можно тот же грунт в принципе тут земли довольно таки много, здесь будут рассаживаться черенки из теплицы, ну теперь остается залить ее до полной, полного смачивания то есть чтобы вода хорошо хорошо стояла вот уважаемые друзья, как можно видеть, тут вот эта коника у меня уже десять лет она стояла все хорошо, все прекрасно, была под теневиком потом теневик я просто убрал и работы было много, я ее оставил на произвол судьбы и весна ее погубила, с одной стороны, с этой вот все сейчас мы пересадили в прошлом году она как бы у нас опала, с одной стороны в прошлом году мы ее пересадили, сейчас мы видим что новые побеги вот она восстанавливается, можно видеть здесь уже не восстановится, конечно же это все надо обрезать, то что восстановилась восстановится то есть восстанавливается она довольно долго, это два года ей восстановления как минимум поэтому я и говорил что елка пендитная очень очень пендитная и для ней нужен особый уход, укрывать ее нужно, здесь у нас практически всегда тень, полив очень хороший, то есть мы ее выходим она нас радовала, буквально да, лет десять наверное радовала, вот в прошлом году она я извиняюсь и это просто была моя халатность, то что я сначала не пересадил ее, а потом снес теневик, а сделал наоборот, снес теневик и то есть все из-за халатности уважаемые друзья, халатность к отношениям к растениям все происходит как вы к ним относитесь, так и не к вам всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и и и и и и и и Продолжение следует...